А я в свою очередь буду представлять нашего особого гостя. Дамы и господа, уважаемые наши участники третьего саммита Круизная из весна 2. А пусть это будет продолжаться так же, круизным летом, осенью и зимой. Пусть будет круиз круглые сутки, круглый год и круглые, как говорится, любые часы, любое время, когда вы захотите этого. Дорогие дамы и господа, и все это благодаря одному человеку. Человеку, который в свое время поверил в свою мечту, что он сможет помочь изменить мир, сделает какой-то вклад, и он это делает. Доказательству этому мы. Доказательству этому, это уже третий саммит, более тысячи человек собравшиеся здесь сегодня ради него. Дамы и господа, основатель, а также генеральный директор Международного клуба INCURSES. Дорогие дамы и господа, пожалуйста, приветствуйте на сцене и сделайте немного голоса для CEO и founder of INCURSES CLUB, Майкл Хатчисон! Друзья, можно еще громче? Почему так тихо? Не могу понять. Почему мы не чувствуем вашу энергетику? Громче, громче, громче. Еще шумим, шумим, друзья. Минимум пять минут. Хотелось бы слышать. Не жалеем ладошек, не жалеем голоса, энергии. Делимся. Спасибо. Спасибо. Okay, have a seat. Have a seat. Have a seat. We love you. I love you more. Я вас тоже люблю. I'm so honored and grateful to be here with you. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. Спасибо вам всем. Я очень рад быть с вами. Я очень скучал по вам. Я много думаю о вас. Прошло больше года после нашей последней встречи. But I'm grateful to our team. I'm grateful to our leaders for working so hard to bring us all together. Я рад видеть всю команду. Я рад видеть наших топ-лидеров, которые сделали все, чтобы это мероприятие состоялось. Я люблю, мой команду. Я люблю, я люблю, я люблю. Спасибо. We're going to be together for the next two days. I have the chance to meet you. I look forward to looking you in the eyes and hearing your stories and getting to know each other. I'll be here through Saturday. Следующие два дня мы будем вместе, и я хочу познакомиться и пообщаться с каждым из вас. So this morning, what I thought we would do is just look what we've done together, all the good things that we've done together in the last five, six years. И сейчас я бы хотел обсудить то, что мы вместе сделали за последние пять, шесть лет. But then we're going to go to work. So you know me, I'm going to talk about where the future is, but then we're going to go to work. We have some exercises, and so that you have a chance to learn something about yourself, learn something about me, learn something about your company, so that you can take yourself and your family to the next level. И конечно же, как вы знаете, я люблю тренинги, я проведу для вас тренинг, и в процессе этого тренинга вы немного узнаете обо мне и о себе в том числе. So that the past year has been very difficult. The world went through a major change, the world went through a major reset. Прошедший год был непростым для всех нас, и этот год был для нас как одно большое обнуление. Один большой restart. The world went through a test. The whole world has been tested. And some people failed the test, and some people passed the test. And again, for me, it's been one of the hardest years of my life, personally, one of the hardest years of my life. И этот прошедший год был один из самых сложных в моей жизни. I've worked harder than I've ever worked this past year. В этот прошедший год я работал больше, чем когда-либо. I lost my father last year. Very painful to lose your father. В прошлом году, как вы знаете, ушел мой отец. Мой папа научил меня, как жить правильно. Но, more importantly, мой папа научил меня, как жить без него. Многие люди все еще переживают тяжелые времена. Но, для меня, когда я смотрю на вас, и я вижу ваши счастливые лица, это делает меня счастливым. И то, что мы вместе, мы вместе, мы вместе, мы вместе. И что, ничего в этом мире не может нас разделить. Давайте теперь пройдемся по слайдам. Это часто задаваемый вопрос, когда мне говорят, «Майкл, как чувствует себя ваш бизнес?» И, возможно, вас это удивит, но за прошедший год мы, возможно, единственная компания в индустрии туризма, которая в течение прошлого года выросла. Но, конечно же, это не то место, где мы хотим быть. Но, конечно же, это не то место, где мы хотим быть. Это нет топлива, где мы были в прошлом году. Как вы видите, наш бизнес вырос в марте, наш бизнес показал положительную динамику в апреле. В Мае мы также показали хорошие результаты. В Мае мы показали хорошие результаты, когда партнеры, которые были неактивными, неактивными, неактивными результатами. Они стали снова активными, и это количество удвоилось в мае месяце. Чувствуете ли вы этот результат в своих командах, то, что происходит за последние 30, 60, 90 дней? Да? Да? Да, да, perfect. И then next slide. We had new ranks. Yeah, beautiful. И как вы видите, у нас появились новые лидеры, новые ранги. I want to congratulate Анжелику. I'm so proud of her. Yep. Super. Я хочу поздравить Анжелику Болданову с таким результатом. And I'm sorry I didn't get a chance to meet her, but I know her family is safe. And again, congratulations to her team. Да, к сожалению, в этот раз не получилось увидеться с Анжеликой. Самое главное, чтобы ее семья была здоровой, и я очень рад видеть ее команду в большом количестве на этом мероприятии. И я знаю, что на последнем мероприятии присутствовал Джонатан Диаз. И Джонатан Диаз, команда Джонатана Диаза росла именно во время пандемии. И в марте месяце он стал новым борт-директором, и это чудо. И then next slide. And so this year looks great. Зубедет хорошо, right? Everything хорошо. It's looking good. Отличный год. Отличный год. И как вы знаете, мы восстанавливаемся намного быстрее, у нас появляются новые ранги, новые национальные директора, новые региональные директора. Booking cruises are way up. The cruise lines are coming back. Every day there's a new announcement. We're just waiting for the borders to open up, but this is great news in terms of the cruise bookings. Cruise companies возвращаются к плаванию. Каждый день мы получаем новые хорошие новости. And the next slide. And so again, your company is growing. Your company is growing. What I'd like everybody to do is to open up your phones. Please open up your phones. Take out your phones. And if you would, open up to the website. Don't go to the app, but go to the website. And then when you get to the InCruises site, just show me the phone. InCruises site. When you go to our website, please open up your phone, so Michael can see what you did. Next slide. We have it. Yep, to the main page. Colleagues, open up your phone. Let's show Michael, what we did. Okay. Go to the main page. Not to your back office. So not to your back office. The main page of InCruises. Can I see? Do you have it? Okay, perfect. Perfect. Can I see your phone? Okay. This is it. You have it? Okay. You got it? Yes, perfect. At least, no. Kruita. 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 Okay. And then what I want you to do is scroll down. Scroll all the way down. Теперь пройдите вниз, пролистайте в самый низ этой страницы. Scroll all the way to the bottom. В самый низ вы увидите там оранжевую полоску в самом конце. И внизу вы увидите эти самые цифры, которые вы видите на экране. So in the last five years, over 800,000, 800,000 people have gone to the website, have registered at your website, have taken classes, have seen all the cruise itinerary bookings. The goal is to get to a million people, but over 800,000 people have been to your websites. This is amazing. This is fantastic. We started in one country, in the United States of America, one country, USA. Then we went to Spain, and then Irina Aronets took us all over the world. And Irina Aronets открыла для нас весь мир. Yeah. Thank you, Irina. Thank you. Спасибо, Irina. Now we're in over 190 countries. 190 countries. Теперь, мы сегодня представлены в 191 стране. Yep. You got it? And over 123,000, over 123,000 passengers have sailed safely and taken cruise vacations because of in cruises. And 123,000 passengers have been sent to a trip in cruises. Okay. Yeah. Fantastic. Now, what I'd like you to do is I'd like you to open up your phone to a calculator. Open your phone to a calculator. Коллеги, теперь, пожалуйста, откройте в вашем телефоне калькулятор. Калькулятор. Откройте калькулятор. Сейчас мы будем считать. Got it? Everybody see it? Everybody got a calculator? У всех есть калькулятор, надеюсь, на телефоне. Okay. And these are the numbers I want you to put in. I want you to put in 1, 2, 3, 0, 0, 0. Теперь, пожалуйста, введите цифры 1, 2, 3, 0, 0, 0. 123,000. 123,000 passengers. 123,000 passengers. 14,000 passengers. Times. Umножаем. Multiplied. Times. Umножаем на. 3, 5, 0. 3, 5, 0. 3, 5, 0. Equals. 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 И нажимаем равно. У нас получается 42, 43,000,000. 43,000,000. That's how much money our passengers have saved by taking cruise vacations within cruises. 43,000,000 US dollars. Wow. Именно та сумма, которую сэкономили наши пассажиры, отправляясь в круизы. Сен-крузы. 43,000,000. 43,000,000. Okay. But here's what's important. The average savings for all members in our entire company is about 350 dollars per cruise, per person. 350,000,000 это средняя экономия члена клуба на одном круизе. But my question to you is, how much money, how much money did you save per cruise? How much money did you save per cruise? Теперь у меня вопрос к вам. Сколько вы сэкономили на своем круизе? How much? Сколько, сколько, скажите. Сколько вы сэкономили на одном круизе? How much? A thousand. Huh? Какие цифры, коллеги? Можете выкрикивать. 600. 6,000. 6,000. 6,000. Okay. Why have they saved more money? Because they're partners. Probably because they're membership free. But the average member, the average member in the total, again, saves about 350 dollars per passenger, per cruise. 43 million dollars. В среднем 350, это экономия члена клуба. Наши партнеры, тем более те, у которых бесплатное членство, они экономят больше. Но 350, это именно та цифра, это в среднем экономит каждый член клуба. Наши партнеры, нашим членам клуба, большие инструменты. И больше ресурсов. Yep. И впервые, с момента основания компании, именно в прошлом году меня пригласили на мероприятие в университет прямых продаж, чтобы я выступил там. Yep. Чтобы наши отношения с круизными компаниями стали крепче. И на эти вебинары, как вы знаете, он приглашал и приглашает топ-менеджеров круизных компаний. Yep. Next slide. And so, this is a question that I have for your teams and for you guys, is that we made it. We survived the test. We've grown. We've grown better and stronger than any other company in the world. But I know that some of you still have worries. But if there's anything I could do to encourage you to stop the worrying, it would help you. It would help yourself. It would help your families. And, друзья, мы прошли этот тест, мы сделали это, но я знаю, что у многих из вас еще остались некоторые переживания, и я помогу вам перебороть их. I saw this quote from a Persian poet, and he wrote it back in the 13th century, 1300, back in the 1300s. And he's talking about people worrying in the 13th century, and yet people still continue to worry today. And so, what I offer to you is that the time to worry, the time to worry is that if you weren't here, that's the time to worry. The time to worry is that I wasn't here. The time to worry is that we didn't grow in the last year. That may give you time to worry. We have a beautiful business, we have beautiful people, we have a beautiful team. It works. It's proven it works. У нас крепкая компания и сильная команда. Right. Fantastic. But I know that some of you are still going to worry. Some of you are still going to worry. And so, I say what I always say, give me your worries. Give it to me. Let me figure it out. Right? Because I'll figure it out. But that's why it's important for me to come here, to meet you, to look you in the eyes, to let you know that I don't have worries. I have fears, I have concerns, and there's things that make me frustrated, but I think about all the wonderful things that we do, and I feel confident, I feel strong, I feel optimistic, and so I want to share that with you guys. You have a membership product, a membership product that you don't have to over-promote. You have a membership product that you do not have to oversell. You don't have to talk somebody into joining this membership club that we have. There's no reason for it. What you do have to do is ask people permission. You have to get their permission. Do I have your permission to share with you a decision that I made? Do I have your permission? Yes or no? If you ask somebody permission, they relax. They feel like that you are more interested in them than you are in yourself. И всегда, когда вы спрашиваете у человека разрешение, то он расслабляется, потому что он чувствует, что вы общаетесь именно с ним, а не предлагаете ему какой-то продукт. So, командо, I need your help. I need your help. I need your help. I need you to promise me that every time you talk to somebody about in cruises for the first time, you get their permission. Да, он, нет. Теперь, я хочу, чтобы вы мне прямо сейчас, сидя здесь, пообещали, что вы всегда, предлагая возможность in cruises, будете спрашивать разрешение у потенциального клиента. Да? Да? Да или нет? Да? Okay, because if you ask for permission, and they say yes, fantastic. Fantastic. And if you ask for their permission, Lilia, and they say no, fantastic. Right? The other thing that I need your help with, that I need your help with, is that once you get their permission, and they want to join your membership club, you must have this conversation. You must say the exact words that I'm going to say to you now. I want to make sure that the in cruises membership opportunity is something that's right for your family. Is it right for your family? Yes or no? Is the membership something that your family is able to afford? Are they able to afford paying 100 US dollars every month? It's expensive for the average family, right? And again, I love your passion, and I appreciate your positive energy, and I want to make sure that you have this, what may seem like a difficult conversation, to find out. Is this something that you can afford? Can you afford to go on vacation? Can you afford to get yourself to the port? Can you get to Dubai? Can you get to Rome? Can you get to Abu Dhabi? Can you get to Chivavecchia? You have to be able to afford, you have to be able to afford to get yourself to the port to go on vacation, right? What I'm trying to do, what's in my heart, what's in my heart, in my dreams, is to bring people together, to allow them to travel, and to see the world, and to reduce stress, to reduce anxiety. I don't want stress for people. And when you bring them into your club, it's not my club, it's your club. When you bring them into your club, and they cannot afford the hundred dollars, or they can't afford to go on vacation, that creates stress. And so what I'm trying to do is to reduce stress. People don't need anxiety. They don't need more pain. They don't need more frustration in their life. Да or нет. У людей достаточно стресса, поэтому им не нужен дополнительный стресс в жизни. So, пожалуйста. Да или нет, коллеги? Вы согласны с Майклом? Пожалуйста. And if they can't afford to travel, and they can't afford the hundred dollars a month, they probably can't afford to pay gratuities. You have to pay gratuities when you go on a cruise. Да или нет? Yes or no? И если они не могут себе позволить добраться до лайнера, если они не могут позволить себе откладывать по сто долларов ежемесячно, они скорее всего не смогут себе позволить оплачивать чаевые на лайнере. Вы согласны? Да. And so, we are different. We're different. We require, you require, that you pay for the cruise before you go. The others require you to pay after you go. I think, when you pay after you go, it creates more stress. And so, what I need your help with, I need your help with, is to make sure that people can afford to go before they go, so when they get home, no stress, no anxiety. Right? We are different from other companies because we are spending on travel before the trip. путешествия. Другие же компании, другие компании делают это наоборот. То есть, после путешествия, человек должен деньги, и, соответственно, это создает дополнительный стресс. Да или нет? Okay. Do they know what a pinky promise is? Pinky promise? You know what a pinky promise is? Yes. What is it? Okay. Pinky promise? Pinky promise. Okay. Turn to their neighbor. Pinky promise. I promise. I promise. Коллеги, Майкл хочет, чтобы вы повернулись к соседу и пообещали. Пообещали. Pinky promise. Pinky promise. Да. Pinky promise. Что вы будете делать то, о чем говорил Майкл. Да, да, да. Yes. Pinky promise. Okay. Here we go. You promise. You promise. Yeah. Активнее обещаем друг другу. Thank you promise. We have a beautiful business. We have a beautiful business. It works. It works. Right? Right? Yeah, it works. Okay. So now what I'd like to do is I'd like to pull up the exercise and I'd like to ask the question what do you know now that you didn't know before so we can stop the slides and pull up the questions. Коллеги, у вас перед вами должен быть раздаточный материал. Пожалуйста, достаньте. Сейчас мы проведем небольшое сделаем небольшое упражнение. Да, достаем раздаточный материал. Если у вас есть еще... Сейчас, секундочку. Дайте мне тоже один. Нету еще одного экстра. У всех есть раздаточный материал? Нету, коллеги, а организаторы? Есть? У всех есть? Нет, нет, нет. Там должны быть вопросы. С вопросами есть раздаточный материал? Вот, вот, вот. Вот это вот. Да. У вас нету. Организаторы, можно, пожалуйста, раздать вопросы? Все? Да? Коллеги, у кого нет этих вопросов на столе? Поднимите руку, пожалуйста. Так. когда мы не будем начинать, пока не будет вопросов. Sir, actually, there are many people that don't have this... That's okay. That's all right. It's like you two when you can like it on. Ah, okay, okay. So they left it in their hotel room? Okay. That's right. They can write down on the piece of paper. So we're not going to start on number one. But we're going to go to the question that says, what do you know now? Can I keep? Yeah. Well, we took it from somebody there in the back, but that's okay. Is this the question? Does that translate to what do they know now? Okay. And I'd like to see everybody writing down answers, either writing down or in their phone. But I want to see everybody working. Хорошо, коллеги. Я надеюсь, что у каждого есть ручка и бумага. Мы, в принципе, можем обойтись и без этого. Я буду... Я озвучу вопрос... Let's go. Okay, Pajli, let's go. Write it down. What do you know now that you wish you knew before you started in Cruises? What do you know now? And they should write down at least five to ten ideas that they wish they knew now or they wish they knew before they started with In Cruises? What do they know now that they didn't know before In Cruises? Коллеги, пять вещей. Напишите как минимум пять вещей, которые вы хотели бы знать тогда, когда вы начали бизнес в In Cruises. And maybe we have some light music, very soft music they can play in the background. Soft music. DJ, можно, пожалуйста, включить тихую музыку, пока наши коллеги записывают свои ответы? Легкое музыкальное сопровождение, пожалуйста. Если DJ меня поняли. А, вот, все, окей. Чуть-чуть потише, 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 потише. Чуть-чуть, чуть-чуть. Потише, потише. Итак, еще раз озвучу вопрос. Что вы знаете сейчас из того, что хотели бы знать тогда, до того, как начали работать в In Cruises? Пять, минимум пять пунктов. пишем, пишем, коллеги, не оставляем на потом, эти записи останутся с вами. Майкл будет проверять каждого. Каз, они не могут копить их ответы. Хорошо? Давай. Так, Майкл заметил, что вы списываете друг друга. Коллеги, пожалуйста, не списываем, не подглядываем к соседу. Коллеги, как только у вас будет пять ответов на этот вопрос, пожалуйста, поднимите руку, дайте Майклу знать, что все у вас получилось, и мы продолжим. дополнительный микрофон. Дополнительный микрофон, пожалуйста. Дополнительный микрофон. Спасибо. Это ... Что это? Да, конечно, мне тоже. Я надеюсь, что я нашел это раньше. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Клёшна, Клёшна. Это pretty dress. Pretty dress. Wow. Okay, we've got about two more minutes. Two more minutes. Five in Newton. maxsbridge. That's five in Newton. Two minutes. Две минуты, коллеги. Две минуты, и мы продолжаем. Бид Минутен. Бид Минутен. Два. Два минуты. Вау. Браво. 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 Друзья, вы почти закончили. Ещё одна минута. Друзья, поднимите руки, пожалуйста, кто закончил. Отлично. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Я думаю, что вы были первые, чтобы закончить. Пожалуйста, стойте. Стойте как главный лидер. Поговорите всем и говорите о 5 вещах, которые вы делали в ваших ответах. Поговорите с командой в хорошем, глубоком голосе. Учитывая, что вы закончили первые, пожалуйста, Майкл вам даёт право первые выставить. Пожалуйста, представьтесь и зачитайте 5 пунктов, которые вы написали. Благодарю. Нургуль Алдобергенова, региональный директор из Казахстана. Региональный директор из Казахстана. Спасибо. Легальность компании, перспективы компании, планы компании, новые продукты компании и благодарность клиентов. Давайте поаплодируем. Спасибо. Добрый день. Сивер Сигар. У вас отличный голос. Пять пунктов. Можно экономить при оплате за круизный отдых. Можно накапливать на отдых через накопительную систему InCruises. Можно строить международный бизнес в туризме. Можно безоплатно путешествовать. И можно строить международный бизнес по всему миру. Спасибо. Реклама 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 Юлия Матолыцкая, Санкт-Петербург, интернациональный директор. Что я не знала? У меня в начале не было той уверенности, которая есть сейчас, в стабильности компании, в легальности компании. Это был август 2016 года, когда я присоединилась к компании. Я не знала лично Майкла. Когда Майкл приехал к нам в Санкт-Петербург в октябре 2016 года, Для меня это было очень важное веха и важное событие. Это, естественно, придало мне уверенности. Я не верила, что здесь такие деньги. Честно скажу, вот это бы меня двигало быстрее. Когда я поняла, я стала быстро двигаться. Вот у меня не было опыта круизов. Первый круиз я поехала в 17-м году. И у меня не было той любви к людям, которую дал... Я получила через Майкла, наверное, вот ту любовь к людям. Я хочу быть как Майкл и хочу так же любить людей. И все сейчас для этого делаю. Спасибо. О, спасибо. Всем привет. Ульнас Мусина, исполнительный директор. Для меня... Сейчас я зачитаю. Ой, что-то я так разволновалась. Пять моментов. МЛМ-бизнес – это лучшая модель бизнеса. Вот это я хотела бы знать до того, как я пришла в Инкрузус. Тогда бы я просто рванула с первого момента. Это действительно лучшая модель. Это бизнес мы. Это не бизнес я. До того, как я пришла в Инкрузус, я делала бизнес я. Это была... Ну, я была бизнесмен. Здесь это бизнес, который делается с огромной командой людей. Это бизнес мы. Это бизнес, который объединяет всех нас. Вот весь мир – это нереально круто. Это то, где ты можешь идти не один, а там, где ты идешь вместе. Третье. Я бы хотела до того, как я пришла в Инкрузус, уметь ценить себя настолько, ценить людей, которые есть в твоем окружении настолько, насколько меня научил это делать Инкрузус. Потому что здесь – это действительно бизнес, в котором ты начинаешь любить себя, любить людей, любить эту жизнь. И это бизнес, который ценит тебя. Здесь Инкрузус ценит каждого партнера и учит нас любить и ценить себя. Те мероприятия, те возможности, которые дает клуб, и те доходы, которые дает клуб, учат любить и ценить себя. И я прям благодарна Майклу за это. Четвертое. Четвертое. Я бы хотела знать до того, как я пришла в Инкрузус, что все возможно. Все возможно. Это бизнес, который тебе просто вот он дает вот эту возможность. Просто ее возьми. Вот насколько ты распахнешь свое сердце, распахнешь свои руки, чтобы взять от этого мира то, что ты хочешь, вот это ты и получишь здесь. Любой уровень дохода, любой уровень. Это бизнес, который тебе дарит мир, понимаете? Тебе возможно просто вот реально. Сто девяносто одна страна. Это же нереально круто. Это бизнес, где все возможно. Вот что я хотела бы знать до того, как я пришла в Инкрузус. И до того, как я пришла в Инкрузус, я занималась бизнесом. И у меня была мечта. Я хотела выйти на международный уровень. Это была прям моя цель, моя мечта. И я всегда думала о том, что это нереально тяжело, что это нереально трудно. Я хотела бы знать до того, как я приду в Инкрузус, что строить международный бизнес легко. Дружба это не работа. И можно дружить с людьми из разных стран. Можно объединять людей из разных стран. Это настолько нереально крутая возможность. Здесь мы строим международный бизнес легко. И на секундочку. Любой из тех, кто сейчас сидит здесь в зале, любой, кто смотрит здесь прямые эфиры, любой из вас может войти в совет директоров большой международной компании, которая действует на сто девяносто одну страну на сегодняшний день. Похлопайте себе. Это нереально крутой бизнес. Кульнас Мусина, ваш аплодисменты. Thank you, love. Thank you. Okay, everybody up. Everybody up. Everybody stand up. Коллеги, пожалуйста, встаньте со своих мест. Turn and find somebody that you don't know. Turn and find somebody that you don't know. Introduce yourself to somebody that you do not know. That you do not know. Теперь, пожалуйста, повернитесь к соседу, которого вы не знаете. Которого вы не знаете, да. Найдите, пожалуйста, человека. Это сложно, я понимаю, что это сложно сделать. Но повернитесь и найдите человека, которого вы не знаете. Come on, come on. Tell me that you do not know. That you don't know. Come on. Коллеги, коллеги, ну давайте перемешаемся и нужно найти человека, которого вы не знаете. Say hello. Поздоровайтесь с этим человеком. Познакомьтесь с этим человеком. Who needs a partner? Does anybody need a partner? У всех. Все ли нашли себе пару? Поднимите руку. Все ли нашли себе пару? Find somebody. Everybody has a partner? Okay. Now what I'd like you to do is to share your answers back and forth. But what you wish you knew now, that you did not know before. All right? Теперь, коллеги, пожалуйста, зачитайте друг другу те ответы, которые вы только что записали на вопрос, что вы знаете сейчас, но хотели бы знать тогда, когда начинали бизнес в Инкрузус. Поделитесь, пожалуйста, с друг другом своими ответами. Can I see this next slide? Can I see this next slide? Next slide? Yeah. Okay, go back. Go back. Keep that there. How much time do we have? How much time do we have? Actually, Olga Ra is... We're running late. But Olga Ra was supposed to do after you. But, you know, we can move her after lunch. So, as much time as you need. But, you know, if we can get back on track, we'll be good. Okay. So, let me just see these questions. What does this say? What do you know now? How much time do you wish you knew? Okay. And this one? What are you afraid of? Why do you allow your fears to paralyze you? What would you achieve if you wouldn't have any fears? Okay. So, this is what we'll do in finish up. Okay. All right. All right. It's like a beat, man. Yeah. So, maybe, Kaz, so maybe what we'll do is just have the guys, when we're doing these exercises, sometimes just play like light music, like light, energetic type music, but something that's just nice, soothing background music. Take about two minutes, about two minutes. Друзья, еще две минуты, и мы продолжим. Спасибо. 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 . Спасибо. И я хочу, чтобы вы записали эти слова и каждый раз их говорили. эти возможности, которые предоставляет компания, они, я сделал для себя этот выбор, но возможно для вас этот выбор неправильный. Поэтому вы каждый должен принимать решение самостоятельное. Спасибо. И если даже клиент вам ответит отрицательно и скажет, что это не для меня, то в этот момент вы можете расслабиться. Спасибо. 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 Harper . Когда вы даете человеку выбор, это создает крепкие отношения. И так, Pinky promise, you promised me, that you're going to ask people permission, right? Promise. Promise. And that you give them what? A choice, that they have an option. And that it may or may not, it may or may not be for them, right? Pinky promise. Okay, third question. Go ahead and read the third question. What are you afraid of? Tell them. Чего ты боишься больше всего, коллеги? Третий вопрос. Чего вы боитесь больше всего? What are you afraid of? Tell me what you're afraid of. Right? Скажите, скажите, чего вы боитесь больше всего и запишите это. Обязательно все записываем. Go ahead and write it down. Write it down. Three things. Three things that you're afraid of. Три вещи, которые вы боитесь больше всего. Коллеги, все записываем. Как говорится, самый тупой карандаш лучше, чем самый острый ум. Все записываем. What are your fears? What are you afraid of? Какие у вас страхи? Чего вы боитесь больше всего? Диджей, можно музыку, пожалуйста? Легкую музыку. Only three things. What are you most afraid of? What are you most afraid of? Три вещи, которые вызывают у вас страх. Играет музыка. Записываем, коллеги, завтра все эти записи Снова дадут вам вспомнить эти эмоции, которые вы испытываете сейчас Не списываем, не подглядываем Коллеги, только три страха Я думаю, что все мы знаем о своих страхах Конечно, их возможно больше, чем три Но нам сейчас нужно записать только три Поднимите, пожалуйста, руку Те, у кого больше страхов Поднимите, пожалуйста, руку Вау Хорошо Коллеги, поднимите руку, кто закончил Finished? Finished These people are finished Okay, would you like to know what I'm afraid of? Would you like to know my fears? Does the CEO have fears? Sure I do I'm a man, I'm just like you I'm a human being, I'm a person Of course I have fears My number one fear My biggest fear Is that I'll get to the end of my life Get to the end of my life And I'll have fear that I did not spend quality time With the people that I love And care about the most This causes me the greatest fear This is my biggest fear Yesterday Was my oldest son's birthday He's 32 years old 32 years old, my oldest son Вчера исполнилось 32 года Старшему сыну Майкла Которого зовут Майкл Поэтому давайте Давайте поздравим Майкла с днем рождения My son is a man He's married He got married last month He got married on the 1st of May Yeah, wow И в прошлом месяце Первого мая Состояла свадьба Свадьба его старшего сына Наконец он стал Настоящим мужчиной Yeah And it still gives me pain It still gives me pain That I'm not there with my son To celebrate his birthday I'm here I'm here with people that I love And care about the most You are my family Away from my family So by being with you It helps to heal my heart But I still have pain From being away from my son Do you understand What I'm saying? И мне причиняет боль Тот факт Что я в этот день В день рождения моего сына Нахожусь вдали от него Но благодаря вам Благодаря моей семье Инкрузис Я чувствую эту любовь И чувствую вашу поддержку Yeah My second fear Is I think a fear That we all share I think we all share Otherwise you wouldn't be here And that the second biggest fear That I have Is that I have a fear Of having regrets Regrets in my life Things that I wish That I did That I did not do Who has that same fear That I do That you fear That you fear Having regrets About something That you could have done But you didn't do it Because you were afraid You were afraid To do something This is what drove Olga to get on All these flights This is what drove Your teams To be here To take buses To take airplanes This is what caused me To go from Puerto Rico To Orlando Orlando to New York New York to Madrid Madrid here Because I would have regretted I've never met you before You and I have never met Have we We've worked together For 20 months And I regret not Being able to be with you But I told you That we would get together This year Did I not Yes, sir Yes, sir Yes, sir Коллеги, пожалуйста Поднимите руку Если вы испытываете Тот же страх Что и Майкл Страх сожаления Именно этот страх Двигает нас вперед Потому что сегодня Невзирая на все препятствия Вы находитесь здесь Вы преодолели Длинный путь Перелеты Четыре пересадки Майкл приехал к нам Именно потому что Он не хочет сожалеть О том Что он не смог Попасть на это мероприятие И my third biggest fear As I look around this audience And I know that you have worries That you have anxiety That you have stress And that what I don't want to have happen Is that you're going to allow this fear To get in your way Of having a beautiful life You have an opportunity We've been blessed We have this opportunity To have a beautiful life But if the anxiety And stress And worry And fear Gets in the way You're going to regret it But I think about that for you That's my job My job is to help you To eliminate Some of that fear Anxiety and stress И это моя работа Я хочу чтобы С моей помощью Вы избавились от этого страха Потому что именно этот страх Не позволит вам Прожить ту жизнь Которую вы хотите Окей Нумер три Нумер четыре Нумер четыре И теперь четвертый вопрос Почему ты позволяешь страху Парализовать тебя Почему ты позволяешь страху Парализовать тебя Это вопрос На который нужно Написать ответы Почему вы позволяете страху Парализовать себя Почему вы позволяете Этим страхом Останавливать себя Перед достижением Ваших целей Диджей музык Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Где ты в Калифорнии? Какая город? Я живу в Калифорнии 11 лет. Что ты привезла к Калифорнии? С твоей семьей там? Великолепно. Какой ты назвал? Наталия. Майкл. Спасибо. Говорит. 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 Говорит, я васawat influenCIал. Говорит. Окей. YOU CAN'T получается какие-то ответа. То есть корролевый этапованье. Добавляя. Четвертый вопрос, почему вы позволяете страху парализовать себя? 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 О которых вы говорили? Чего бы вы добились, если бы не поддавались своим страхам? Четвертый вопрос, почему вы позволяете страху парализовать себя? 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 Четвертый вопрос, почему вы achieved свою 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 свою? Четвертый вопрос, почему вы помогаете страху парализовать себя? Продолжение следует... 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.